Всем привет, ребят, меня зовут Полина. Привет, ребят, ну а меня зовут Даник. А трейлер, который вы только что видели, готовя многочисленных поклонников к финальному, пятому сезону, пожалуй, одного из самых лучших мини-сериалов последних лет, и речь сегодня пойдет об острове Козырька. Сериал с нами уже довольно давно, мы видим его с 2013 года, с того дня, когда он впервые начал транслироваться по каналу BBC. Безусловно, мы будем очень грустить, когда на наших глазах завершится история преступной семьи мафиози Шелби. Сериал, между прочим, довольно популярен, он занимает 57-ю строчку топа АМДБ среди ТВ-шоу, и мы считаем, что этот сериал обязательный к вашему просмотру. Поэтому в честь выхода пятого сезона мы решили провести короткий анализ этого проекта. Ну да, сейчас расскажем, что к чему. Поехали. Первая причина посмотреть этот сериал, это, конечно же, атмосфера. Атмосфера промышленной Англии в период после Первой мировой войны. И неважно, интересовались ли вы этой эпохой ранее, интересовались ли вы жизнью рабочих на промышленных заводах Мирмингема, Манчестера или Липпуля в прошлом. Потому что после просмотра острых козырьков, вы захотите собрать чемоданы и поехать в эти города, чтобы просто любоваться грязью и падами. Да, я серьезно. Сериал прекрасно справляется с задачей погружения в свой мир. После просмотра вам захочется ходить как местные бандиты, пить виски и слушать военные песни. Вы реально поверите в то, что вы являетесь частью банды. И это, честно говоря, потрясно. В общем, за атмосферу можно поставить крепкие 10 баллов из 10. Так как вы реально начнете порой думать, что тот бесплетел, который творился в 20-х годах, порой кажется круче, чем в жизни в современном обществе. Вторая причина – это работа постановщиков. До чего же все стильно. Каждую серию костюмы настолько хорошо подобраны, что даже мне захотелось купить себе этот берет, пальто и сладнокровным лицом пройтись по улицам города. В операторской работе не было ничего, что меня супер зацепило. И чтобы я могла сейчас вспомнить, все довольно клишировано, но очень в тему. Даже частые слоумо нисколько не мозолили мне в глаза. Третья причина, почему этот сериал такой крутой – это актерский состав и персонажи, которых они воплощают. Киллиан Мёрфеви, вот где-то здесь вы сможете вкратце ознакомиться с другими фильмами, в которых он принимал участие, обязательно ознакомьтесь с ним. Что я могу сказать про его героя Томми Шелбер? Просто ничего. Я не знаю, как это описать, кроме как кричать, что это просто шикарно, божественно и так далее. Вы почувствуете драму героя, будете в шоке от его поступков, понимать его цели, кричать, что он дырак и жилась порой ему смерти. Но в конце концов вы будете понимать и оправдывать его. Прекрасная работа, Киллиан. Что еще сказать, дружище? Из троцепенных хотелось бы выделить игру Тома Харди и Эдрина Брога. Думаю, каждый из вас слышен об этих героях-кинематографах. Их антагонисты вызывали симпатию и чувство сочувствия, ничем не меньше, чем главные герои. Что, безусловно, тащит сериал, ведь хороший антагонист – это залог успеха. Правда, Хитлоджер? Вообще, в этом сериале, в принципе, нет хороших или плохих персонажей в традиционном понимании этих слов. Все в меру благородные, все в меру ублюдки, все в меру психопаты, все в меру святоши. И это здорово, потому что это создает ощущение, что ты общаешься с реальными людьми. Ведь давайте будем честными, никто в этом мире не идеален, и все мы, черт подери, имеем как хорошие, так и плохие аспекты. Музыка. О да, она шикарна. Основная тема сериала – не «Cave and the Bad Seeds» – Red Right Hand. Она цепляется за сознание и узнается с первой ноты. Мы с Даником днями напролет ходили, напевая эту мелодию. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Она создает ощущение, что сейчас пройдет что-то значимое, что-то особенное, она заставляет быть все время на чеку. Помимо этого трека, в саундтреке имеются хиты Radiohead, The White Stripes, Artic Monkeys и David Bowie. Неоднозначным моментом этого проекта все-таки, к сожалению, наверное, является сюжет. То есть, смотрите, с одной стороны у нас есть глобальная история о том, как семейство Shelby снизу идет к вершинам этого мира и добивается больших успехов. И в каждом сезоне мы концентрируемся на каком-то периоде их становления и решаем какие-то локальные конкретные задачи. Это создает большое количество второстепенных подысторий, что, безусловно, является плюсом. Нужно постоянно думать о том, что происходит. Ведь никто не будет тебе это рожевывать. Ты должен постоянно складывать пазл сам. Все это нехило заставляет шевелить серым веществом, и это черпает дыри прекрасно, потому что я люблю, когда в кино и в сериалах нас заставляют думать. Однако, к сожалению, второстепенные истории часто обрываются на полусловия и не раскрываются. Герои часто имеют проблемы с мотивацией, и их поведение в некоторых моментах вызывает вопросы. В одних ситуациях нам показывают внезапный конфликт, нагнетают драму, а потом благополучно про все это забывают. Это странно, и, к сожалению, таких моментов в сериале много. Но века, в целом, на мой взгляд, сериал все-таки скорее силен сюжетом, чем нет. Да, истории имеют проблемы, да, мотивация не всегда понятна, но в целом это неплохо. И я, пожалуй, поставлю здесь 6 или 7 баллов из 10. Ну, это да, чисто на мой взгляд. Четыре вышивших сезона по шесть серий длиной в один час. Вам понадобятся ровно сутки, чтобы осилить это произведение. Каждый решает сам, однако, если вы до сих пор смотрите сверхъестественное, с этим вы справитесь, не напрягаясь. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели наш первый выпуск. Скоро будет больше. Да, мы, кстати, ведем совместный блог в Инстаграме, где мы рассказываем еще больше о кино, а также рассказываем всякие студенческие лайфхаки в Амстердаме. Мы недавно переехали, начинаем студенческую жизнь. Заглядывайте к нам, не стесняйтесь, мы всем очень рады. Ссылка будет в описании. Также не забывайте ставить лайки под это видео, подписываться на наш канал здесь, на YouTube, и ставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Да, и, ребят, очень важна обратная связь. Мы только что переехали на новое место, поэтому, как бы, видео будут идти понарастающе. То есть мы вам гарантируем, что будем работать над съемкой, над цветом, над контентом. Это совершенно новый для нас жанр, поэтому очень-очень важно. Оставайте ваши комментики и говорите, что бы вы хотели увидеть в будущем. А пока на сегодня все. Все. Я думаю, это все. Да. Всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели. Спасибо.